Пожар! Очередной сильный пожар в Альпах и сейчас работает авиация. Сейчас вы будете наблюдать. Вот, собственно, посадка трех бортов. Очень быстро набирают воду. Видите, они скользят по глади водохранилища и набирают воду в танке. Сейчас они сделают круг и пойдут на сброс этой воды. Они координируют действия самолет, который летает выше и, видимо, командует этим процессом. Мы находимся в пяти километтимилях от, так сказать, этой вот группы, потому что, ну, как бы нельзя мешать. Я сейчас даже немножечко, вот, смотрите, отойду подальше, в сторону горы, геем. Дабы никоим образом не помешать нашим коллегам работать. Очаг достаточно давно возник, потому что видно, как дым снесло в долину, в городу Бриансон. На четыре борта вносятся. То есть, представляете, мощность, с которой они эту воду сливают. И они сейчас отсекают движение огня выше по склону, навстречу ветру. То есть, поливают фронт. А снизу очаг, видимо, отсекли в районе, видите, там речка такая засушливая. В районе речки, по идее, надеюсь, что отсекли. Главное, чтобы какую-нибудь головешку ветром не сдуло туда и не подожгло что-то дальше. Фух, я не буду делать левый разворот, чтобы, правый, чтобы не приближаться ни в коем случае к очагу по, так сказать, горению. Мне самому придется скоро идти на склон, заправиться, так сказать, высотой. И буквально позавчера я снимал ролик, сейчас крыло показывает в сторону нашего аэродрома. Два дня вот эта долина была вся заполнена дымом, потому что горел лес около нашего аэродрома. И работали вертушки, в основном, которые брали воду в таком пожарном водоеме от речки. И тушилось, конечно, это все крайне медленно. Потому что пока они зачерпнут этим объем небольшой воды. Конечно, вот здесь авиация работает намного лучше, просто из-за того, что легко зачерпнуть. Давай, подлетай левым кругом. Я сейчас упреждения считаю. Ну, друзья, мы будем готово ходить. Надо, конечно, сразу. Ну, хоть, вдруг хоть отдохательку уйдет. Чем ли не это? Не пожарная авиация. Я бы, конечно, всех прогнал бы с этого озера. Нельзя, ни в коем случае. Самолеты же ходят на посадку, набирают воду. Кто ж тут... Судоход, суть черты матери, перекрыть нужно. Чтобы, не дай бог, не мешать. Борта сейчас идут как раз на тушение. Сейчас попробуем заснять этот процесс. А внизу же дальше что-то ходить? Вот, первый сброс. Ага, значит, они сейчас поливают. Ну, там расчет по, скажем так, движению этой воды. То есть она же падает вниз. Кстати, вот второй сброс делает. Блин, как же мало воды визуально. Это же просто ни о чем. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, слушай. Жестко. То есть они не дают огню. Сейчас поливают так, чтобы вот в этом месте не шло ничего вниз. Все, и они пошли на речку дальше. 42 градуса за бортом, в долинах, чуть ниже нас. На нашем аэродроме 34. Ну, я говорю 34, потому что при 35 нам взлетать уже нельзя. Поэтому я всеми души верю, что было 34. Но, честно говоря, вы знаете, как сирометры современные меряют. Могут померить хорошо, а может, могут не очень. Сверху летает самолет, который координирует действия. Мы в 5 километрах от места событий. Ну, ближе нельзя, потому что, чтобы не помешать. Ну, я по высоте, понятно, с большим запасом. Высота у меня 3 километра. Все процессы происходят ниже. Сейчас вы увидите опять, как зачерпывают в воду самолет. Вот он идет, сближается. Сейчас попробую еще раз увеличение его вытащить. Вот они пересекают. Вот первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. И, видите, скользят. То есть перелетают на низкой высоте мост. И дальше двигаются по воде, набирают воду и взлетают. Там, наверное, как раз катера какой-нибудь охраны разгоняют туристов, чтобы, не дай бог, не помешать. Мне кажется, катера, которые быстроходно ходят, они, наверное, как раз дежурят, чтобы всеми силами души этих кайтеров, кайтеры катаются уже активно, чтобы всех разогнать. Потому что люди-то не очень иногда мудро рассуждают. Полюбуюсь на пожар, покатаюсь на лодочке. Красиво самолетики приземляются. А представляете, каково пилоту? Он тут, бедный, они бедные пашут, как Папа Карла. Нужно приземлиться, нужно... Ну, видите, звеном работает. То есть четыре борта. Интересно, что за самолет? Кто, друзья, в курсе, попробуйте в комментариях написать, что это за самолеты могут быть. Вот они идут. Раз, два, три, четыре. Улетаю-ка я отсюда. Вот я вам сейчас ракурс дам на тушение и буду уходить. Однажды я видел, как работает такая же авиация. В Греции тоже были пожары и прям с моря зачерпывали воду. Вот опять первый сбросил. Второй сбросил. Удачи вам, товарищи пожарные. Всяческая удача. А мы подходим к горе Гийом, над которой сделаем сейчас набор высоты и полетим дальше по маршруту. Нам нужно подняться над этим дымом и наш план слетать к Монте-Визе, которая вот там вот видна. А это был красивый, но, может быть, немножко грустный репортажик с неба. Да, вот они опять отбомбились. Ого! А это какой-то координирующий самолет. А это уже лишнее. Нифига себе. Давай-ка валить отсюда. Летят красавцы наши. Пожарная авиация. Я даже знаю, куда они летят, друзья. Мы сегодня еще один пожар нашли. Я так понимаю, ребята заправились и мчатся тушить. Вчера они тушили около, пожалуй, озера Сирпансон. А сегодня новый очаг, очень мощный. Получается, севернее города Габ. Мы сейчас летим и туда тоже слетаем в то место. Но, естественно, не приближаясь к 5-мильному радиусу. Работа, конечно, у пилотов и самолетов немерена. Там тоже есть озеро, я думаю, с которого будут как раз брать воду. В общем, карусели там построят. Очаг мы были в самом начале сгорания. Картинку я вставлю. Конечно, ужасные пожары. То есть загорелось, и мы увидели это буквально через 10 минут. Видно, как там подъезжали расчеты, мчались по дороге. Сейчас вот как раз пожарная авиация заработала. Это была небольшая совершенно струйка дыма. Посмотрим сейчас, через 2 часа, что с ней стало. Мы еще особо не можем, кроме как сообщить. Там и так было видно, что все уже знают. То есть реакция очень быстрая. Может быть, какие-то дроны работают. А почему все иногда горит? Ну вот, какая суша. Вот эти все елки, они как порох. То есть достаточно кинуть какое-то стеклышко. Вот оно сконцентрировало лучики. В лесу еще вот это вот испарение отъявило всякие. Где-то чпок и загорелось. А еще бывают люди неумные, которые окурки кидают. Я бы таких вообще расстреливал бы. Ой, да? А это наш запасной аэродром. У нас сегодня сильный южный ветер. То есть все сейчас стало еще хуже. До этого хотя бы с севера поддувало. А сейчас задул юг. Вот там внизу в долинах, это высота где-то 800 метров аэродрома. А внизу в долинах 42 градуса. Но у нас 34, потому что при 35 нам взлетать уже нельзя. Берегите лес, берегите природу, мать вашу. До новых встреч.